Привет! Видос будет о том, как не сойти с ума в пандемию, если твое хобби – фридайвинг. И так как границы закрыты, а мы находимся в Молдове, единственное решение – это река Днестр. Заодно вы увидите некоторые изменения нашей главной артерии изнутри за прошедшие два года. И как люди мусорят по-крупному, и сами же об это спотыкаются. Сидеть в карантине дома уже невыносимо. Даже открытые окна не спасают. Я сделал порядок везде. От монитора уже тошнит. И пока никто не запрещал самоизолироваться именно на той хате, где раки зимуют, мы этим воспользуемся. И в конце концов, дно в реке не является же общественным местом, разве что может быть для раков. Поэтому сегодня мы составим компанию раком и поныряем в мутной водичке. Это кадры 2018 года. И сразу заострю ваше внимание на две вещи. Первое – на цвет воды и прозрачность. Второе – на форму затонувшего объекта, который вы сейчас видите. Что это за конструкция, мы сами не знаем. То ли распиленная баржа, то ли какая-то металлическая конструкция, брошенная во время строительства плотиной. В тот день мы ныряли вдвое меньше запланированного. Потому что знаем, что Днестр бывает намного чище. И предположили, что хуже уже не будет. Но так все будет выглядеть в марте 2020 года. Вернемся в 2018. Поделюсь с вами немного безответственным фридайвингом в том же 2018 году. Правда, уже в апреле. Так выглядит нырок во время весенних паводков. Если что, это когда снег в Карпатских горах тает и устремляется в Черное море по Днестру. А во время этих паводков вода становится мутная, растет уровень воды, а соответственно и глубина. И получается так, что солнечный свет не пробивает все это дело. Поэтому отсутствие видимости на глубине дополняется кромешной темнотой. Лучше не придумаешь. Зато тут бывают вот такие сюрпризы. Кстати, вопреки мнению, что он падальщик, это представитель самого крупного хищника нашей реки. Сом. И падаль он жрет только от безысходности. Кажется, он за своим дедом уплыл. Мне пора в 20-й. Чтобы уйти от общественных мест. Самоизоляция у нас будет здесь. Какая тут глубина? Вот тут? Два метра? Я вижу дно, но вода выглядит плохо. Тут? Ну тут вообще шикарно. Что, поехали спустимся? Бунтарь. С разгону! И сальто назад! Защита превыше всего. О, у тебя что, плиточка такая, да? Ну ты бери так, чтобы плавучесть была хорошая, даже на выдохе. Нож обязательно с собой. Сережа, нож с собой взял? Нож всегда с собой убрать. Куда бы вы ни шли плавать. Привет, тюленчики. Мы идем плавать. Донная изоляция в гостях у членистоногих началась. С первого же НРК я обнаружил местного реднека. Кстати, очень даже вооруженным глазом. Потому что мои опасения сбылись. Вода и впрямь была мутная. Несмотря на то, что сброс воды с гидроэлектростанции был небольшой, предугадать это было несложно. Так как перебои с поступлением воды, которые не дают реке стабилизироваться, с каждым годом все сильнее. Днестр понемногу заиливается, милеет, становится с каждым годом мутнее. И надежды на обратное пока нет. Мы, периодически встречая мусор, поднимаем его со дна. Но это как подорожник наложить на открытый перелом. Крайне неприятное чувство, когда видишь, как что-то погибает, а поделать с этим ничего не можешь. Что-то мой пессимизм разыгрался. Надо срочно разрядить обстановку. И вижу по глазам этого джентльмина справа, что он со мной полностью согласен. Хорошо. Теперь немного о железяках. Если помните, на кадрах двухлетней давности они были идеально прямыми. Так вот, теперь они безобразно искорежены в разные стороны. Мы были озадачены, что могло произойти. И тут я вспомнил, что в прошлом году укрепляли плотину. И на воде возле плотины работали две большие баржи. Полагаю, кто-то был сильно удивлен, когда сел на мель там, где должна быть 10-метровая глубина. Все в лучших традициях. Люди сами себе сделали подножку. Я не выдержал, попросил камеру, чтобы запечатлеть, насколько сильно все погнуто. Особенно верхняя часть. Плюс, если все это правда, плавательное средство неоднократно буксовало вперед-назад, пытаясь уплыть оттуда. Другого объяснения у меня нет. Но, насколько я помню, баржа уплыла оттуда своими силами. Значит, закончилось все хорошо. Далее мы проверили правдивость цитаты. Если ты опустился на самое дно, у тебя есть только один путь. Наверх. И в нашей сфере с этим хрен поспоришь. А если серьезно, мы потренировались, поностальгировали по былой прозрачности воды, а Серега барсика поймал. Нет, не этого барсика. Другого. Которого вы увидите в ближайшие 30 секунд. Какая глубина? Тут? 10. 10? Вот мы и вылезли. И так моя рожа выглядит после ледяной воды. Мне даже разговаривать сложно. Губы обухшие. Он поймал. Гигантского сома. Гигантского сома, да. Где ты его нашел? Наваленные ветки, куча мусора. И за хвост подтянул, и вытащил из коряга. Ничего, самик оделся легким испугом. И с пугом мы его отпустили. Так, первый уезжает. Маску тень быстро. Наоборот. Как правильно носить маску? Все, давай, легкой дороге. Пока! Во время монтажа этого ролика Днестер разлился. И грех было не снять сие явления. Поэтому в заключительных кадрах будет река с рекордно высоким уровнем воды, обусловленным наводнениями на Украине. Кстати, примерно вот здесь в марте мы переодевались. А тут Тоха спускался на небе. А, забыл самое главное. Оставляйте фидбэк в виде комментариев, лайков, подписки и распространения друзьям. Берегите природу и пейте воду. ПОДПИСЫВАЛИЗАЮ ЗАГЛИЙСКИЕ СИГНАЛИЗАЮЩИЕ ВИЧЕСЬ! Адам! Берегите природу и пейте воду. Пост悟ному автору. Берегите природу и пейте воду. Все в партии! Пока! Субтитры подогнал «Симон»